Добрый день! Сегодня у нас в гостях Василий Владимирович Дворцов, русский прозаик, поэт, публицист. Он является заместителем представителя правления Союза писателей России. Здравствуйте, Василий Владимирович! Здравствуйте! Радно, конечно, вы пришли к нам в студию, потому что мы следим за вашим творчеством. Недавно вы вместе выступали на пресс-конференции на Зубовской России. Сегодня посвящены выставке православия и книга, православной книга и многое другое. Издательский совет устраивал. И там я услышал многие вещи, которые вы интересные говорили о православной литературе современной. Мы начинали там разговор от Ивана Федорова, так сказать, первопечатника и так далее. Меня это очень затронуло, поэтому я стал внимательно присматриваться к вашему творчеству. И вот рад, что вы пришли сегодня поговорить. Вы писатель, признанный писатель. У вас десятки книг вышли, так сказать, в разных изданиях. В принципе, это заложилось в вашей семье, вот такое отношение к литературе? Или как-то вы все-таки пришли к этому самостоятельно? Ну, тут, как сказать, родители вряд ли много читали. Мама медик, отец офицер, то есть люди занятые, я их мало видел в детстве. У вас, по-моему, потомственная офицерская семья. Ну, да, да, там уже такая трех, три поколения. У меня дец очень герой всей нашей семьи, потому что он настоящий военный, начинал на Хасане, прошел полностью Великое Отечество, но опять закончил на Дальнем Востоке. Три тяжелейших ранения, каждый раз возвращался на фронт, два красных знамени ордена, две красные звезды, это сами за себя говорят, не считая медалей. Конечно. Это вот, ну, действительно, центр и ось нашей семьи была, поэтому прадед, прадед, очень смешно. Прадед кубанский казак во время граждан, воевал в старые войны, потому что меня назвали Василием. Я родился, когда ему было 104 года. Человек, прошедший много войн, но в гражданскую войну выбрал не ту сторону. Поэтому, в принципе, пришлось ему побегать, попрятаться некоторое время, и, ну, все равно, то есть. Так оказался в Томске, наверное? Нет, в Томске, это уже мой отец, потому что дед закончил службу на Дальнем Востоке, начинал на Дальнем Востоке, закончил службу на Дальнем Востоке. И он, кроме того, что он всю войну, говорю, прошел, он отец с пятерых детей, которых поднял, всех вырастил, всем дал образование. Несмотря на то, что попал под хрущевскую вот эту вот раздачу, когда армию сокращали резко, и он просто завел себе огород, завел скотину, вот что тоже казачий дух, значит, то есть не унижался. Хотя у него там на стене висели немецкая и японская сабля на перекресте, и было у него... То есть ответил к хрущеву ударным трудом? Ну, он просто пошел трудиться, и вот он своим трудом поднял пятерых детей, всем дал образование, то есть всех, как сказать, вывел в люди. И вот он для нас был всегда героем вот таким вот. Правильно я понимаю, что у вас была такая обычная советская семья? То есть вы не были семьей, которая была близка к церкви, в смысле, или жила сугубо церковной жизнью? Вообще о церкви задумался я не раньше, наверное, на 20 лет. Нет. Я вот, родители, к сожалению, рано развелись, потому что отец был ракетчиком, это каждый раз полгода разворачивали систему против Китая, и он полгода в одной точке, полгода в другой точке, то есть практически вот раз в полгода приезжал, но в конце концов так все у них произошло. Поэтому я вырос в Томской области, родился я в Томске, а вырос в Томской области, в Молчаново. Это было счастливое совершенно детство, потому что, с одной стороны, была огромная река Обь, которую я любил, да, которая проводила столько времени, и рыбалка, сказочная совершенно. Нельма. Нельма, да, и стерлядка. Лучшая рыба на свете. И стерлядка, и все было у нас, и муксун, и так далее. А с другой стороны, тайга буквально 15 километров начиналась бескрайне совершенно, тоже на охоту ездили. И у меня у нас был сосед, детский врач. И я вот на него смотрел, и я, вот для меня это был образец будущей моей жизни. Вот идет человек по селу, и ему все улыбаются и кланяются. Он детский врач. Да, да, да. А с другой стороны, вот он сел на свою мотоцикл, поехал и на охоте. Сел на лодочку, на казаночку, и он на рыбалке, на хорошей. И вот это такая вот... Я думаю, вот я сейчас тоже поеду в город, выучусь на детского врача. И так получилось, я рановато в школу пошел за товарищами. И в 16 лет я уже стал студентом медицинского института в Новосибирске. А, все-таки вы поступили в медицинский... Да, ну, я же как будто предполагал, что так и будет. Но потом все перевернулось. И в конце концов я закончил художественное училище. А почему вдруг вы попали в... Сейчас уже прошло сколько там, 40 с лишним лет, уже, я думаю, амнистированная ситуация. Дело в том, что я когда приехал в город, я попал на Пархомин, Калининский район. Это такой, ну, приблотненный район был, уголовный район. Там, как бы, если две ходки не было, тебя не уважали. И поэтому у нас были постоянно какие-то молодых ребятишек, была подготовка к этому образу жизни. У нас была банда, мы их дрались постоянно. То есть две махаловки такие в неделю групповые большие. Соответствующий сленг, конечно, да. Да, и в конце концов... Ботали по фене. Все было такое. Но это и нет, я еще застал тот момент, наверное, такого рыцарства дворового. То есть лежачего никогда не били. Никогда, если ты идешь с девушкой по чужому району, тебя даже не оскорбят. Вот как ты будешь назад возвращаться, это большие проблемы. Но в этот момент вот был какой-то кодекс чести. Я его застал еще в тот момент. Но все равно это было не очень хорошо, потому что в одной из драк, с той стороны, оказались два сына прокурора Ленинского района. Нас стали садить, и мы разбегались кто куда. То есть я там поработал на заводе токарем, я токарь второго разряда. А потом поступил в художественное училище. Закончил его, и тут началась моя любовь к театру. Вначале я пошел в кукольный театр работать. Художником. Художником. Сначала в цех шел. Первый у меня профессия была, я мастер кукол. Я вставлял механизмы внутри головы куклы, чтобы она говорила, моргала глазами и так далее. Потом уже я стал постановщиком, сценографом, и дальше двигался по театру. Переехал сначала к Кемерово-Рабыцком театре, работал в Челябинском театре. Это вам уже было 20-30? Да, уже мне было 21 год. 21-22 года. Но у меня вот что-то произошло внутреннее. Дело в том, что я был всегда немножко необычным мальчиком. То есть я очень много читал. Я в конце седьмого класса, к восьмому классу, прочитал всю районную детскую библиотеку. Полностью. Со мной родители воевали, потому что того же Жюль Верна я всего прочитал под одеялом с батарейкой. Вы брали домой? Брал домой. И меня гоняли, мне отнимали книги. Ну, потому что у нас действительно было большое хозяйство. Извините, 40 соток картошки. Надо было окучивать огород. У нас скотина была и так далее, и так далее. А вы как будто бы пытались избежать работы. Нет, я работал под видом того, что любите книги. Но я по ночам читал. И вот это за мной уже как бы... Надо было дождаться, когда родители уснут, залезть под одеяло, включить фонарик и читать Жюль Верна всего. То есть я прочитал как-то. Меня, значит, директор школы написал в восьмом классе записочком. И я пошел во взрослую библиотеку. К десятому классу я прочитал всю взрослую библиотеку. Единственное, даже следили за нравственностью очень внимательно. Мне не давали читать французов. Мапасана я уже прочитал после школы. Милый друг. Все остальное, то есть это было после, до этого мне не разрешали. Поэтому, когда я опять же попал в тот же хулиганский район, я немножко был постоянно в стороне от всего. То есть я принимал участие в так ритуальном во всех этих событиях бандитских. Ну, в смысле не в бандитских, а в таких вот хулиганских. Хулиганских, да, точно. Но все равно я жил своей этой жизнью. И вот в театре, я уже пришел в театр, мне тоже не понравилась эта атмосфера за кулисей. То есть это очень тяжело. Когда меня вводили, показывали, что такое худсовет, и объясняли. То есть я в шоке был. Что такое отношение между актерами? Я, да, помню. Как актер продаст мать родной за руль и так далее. Я, так сказать, запомнил всегда своего шефа, там, Генриха Зреевича, он мне сказал, «Василий, запомни, если у актера нет камня за пазухой, он теряет равновесие». Потрясающе. Это вот шутка не шутка, но в конце концов мне стало там тяжело, очень тяжело. Тут сам в театр. То есть я любил сцену, я любил постановочный период. То есть вот это вот мне все нравилось. Но атмосфера жизни театра была не моя. Я уже так тосковал, ходил как-то вот по этому городу. И вот тут-то вы обратились к церковной... А, было все очень интересно. В Челябинске тогда был только один храм, и он был рядом с автовокзалом. А там рядом шум, гамм, какие-то ларьки, музыка играет. И поэтому, когда начинала служба, двери во двор закрывались. И вот я как-то иду, суббота, я даже как-то не задумал, что такое суббота. Я же, куда я знаю, что такое суббота. Там, без 15-5 часов вечера. И вдруг выходит сторож и начинает закрывать двери. А надо... Я потом узнал, у этого деда на груди висел крестик, согнутый как лепестками вот сюда вот. Потому что два раза пуля попадала ему в крест. Ух ты! На войне. Это был особый дед. Вот. И тут он взялся на дверь, так мы с ним глазами встретились. Он говорит, ну ты заходишь или нет? И я под руку нырнул, зашел, встал. Стою, ничего не понимаю, ни слова, что-то поют. Кадят меня там отталкивают, передвигают, чтобы я не мешал дьякону пройтись. Ну, вообще, как-то все странно. До этого никогда, ни разу... Ну, заходил несколько раз. Ну, там, крестили же меня в детстве, естественно. Ну, это было все... Это был совершенно мир, который не мой мир. А тут вот меня вдруг... Вот при всем этом непонимании, что происходит вокруг, вдруг у меня сердце открылось. И мне стало... Я понял, что я дома. Вот там вот я за кулисами, за кулисной жизни. Я там чужой, я там изгой. А вот здесь я дома. Я не знаю, что это за дом, почему это дом. Я не знаю. Но мне стало легко. Вот это ощущение свободы наступило необыкновенное. Служба кончилась. Пошли на выход все. А во дворе тоненький-тоненький слой снежка лег. А потому что это был покров. Это служба была на покров. И вот я с тех пор каждый раз покров вспоминаю. Да, вот это было. И я стал ходить, ходить... Владенчики вас не крестили? Нет, крестили меня. Но я говорю еще раз, но это все было как-то совсем иное. То есть непонятно, что это такое. Колдуньи у нас в деревне были. Я знаком был с одной даже хорошо, так сказать. А вот чтобы кто-то говорил про церковь, ну вот пять с лишним тысяч жителей, и храм был разрушен в начале 30-х годов. И с тех пор ничего, так сказать, никто не слышал, не видел и не понимал об этом. А вот потом вы стали реставратором и приблизились к иконописи. Ну, тут я, говорю, затасковал совершенно, потому что я стал ходить постоянно в церковь. Ну, как вот мне бы очень нравились субботние службы, они такие были красивые. Вечерные. Я же ничего не понимал, говорю еще раз. И тут товарищ у меня приехал из Москвы, то есть там постановка спектакля была, мы задружились с ним, а он недавно крестился, москвич. Говорит, а приезжай к нам, я тебе что-нибудь помогу, потому что ты здесь загнешься. Я приехал к Феликсу Иванову, значит, сюда, и он меня познакомил с Александром Николаевичем Ивановым, был такой царствие небесное. Очень хороший реставратор. И тогда, буквально, оказывается, за несколько лет до этого в Министерстве культуры открыли специальный отдел Росреставрации, который работал в живой церкви. То есть, как я потом уже понимал, что дело в том, что по тем временам, какие гонения-то были на церковь, приходы не имели права ремонтировать даже крыши, окна ремонтировать. То есть это все ждали, пока местные власти, пока все сгниет, чтобы потом закрыть храм. И надо было, вот мы приезжали, делали исследования храма, дособирали документацию, делали этот храм, ну, возможности, какие там собирали документы, либо памятникам архитектуры, там, если там 19 века, то, значит, районного масштаба, если 18, то это уже областного, если старше он был там, или роспись сохранились, значит, очень больше. Под это дело, как только с нацепамятником культуры, сразу разрешалось за свой счет поменять железо, восстановить промывы, начать расчищать росписи, закрывать росписи. Даже уже шли большие работы. И вот я так вот поработал, поездил и в городе Горьком, сейчас вот Нижний Новгород, и в Молдавии поработал, поездил с бригадами. А потом, через какое-то время, вот вернулся в Новосибирск, и там уже начал работать сначала как реставратор, а потом меня познакомили с моим духовником. Царствие Небесное, два года назад от нас ушел, архимандрит Иоанн Луговских, он, вот он построил, как бы три начала у него было. Первый храм, который он начинал в Черепаново, сейчас это монастырь. Второй храм он сразу строил как монастырь, это был первый монастырь в Сибири, потому что патриарх Алексий приезжал, в Томской области открыли Светоникольский женский монастырь. И потом на Волоке, значит, в Реображенске третий мужской он заложил, и вот, к сожалению, ушел. Это был удивительный совершенно человек, это удивительный, очень глубокий мистик, понимающий, видящий многое все. Он, конечно, собрал вокруг себя людей, и я счастлив, что так обстоятельства сложились, что я вынужден, ну вынужден, живя в Новосибирске, ну вот, я продолжал работать, допустим, в том же театре, в принципе, зарабатывал тем, чтобы ставил спектакль, как приглашенный художник. Но вот начинали, я ему помогал сначала там и бесплатно работал какие-то годы, потому что там вообще ничего не было. Строил, расписывал храм. То есть у меня шесть лет опыта создания монастыря. Это удивительный опыт, который помогает очень во многом. Создание монастыря, в смысле, его внутренней структуры. Да, когда собираются люди вокруг одного. То есть создание прихода самого. Да, 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 вот как складывается, как люди смешно уже думают, что они уже преобразились буквально через полгода, через год, как они требуют себе каких-то завышенных подвигов, там то на молчание, в пост на великий, то еще что-нибудь, как все это ломается, сломается, что-то переделывается, а потом накапливается настоящий глубокий опыт духовный. Чудеса там постоянно происходили. И вот это... Я вот до сих пор, сейчас недавно мы разговаривали с одной моей знакомой, я благодарен вот этим шести годам моей жизни, я увидел, какое бывает близкое отношение действительно православно-духовная семья собирается. И по отношению, допустим, когда кто-то из братьев падает в грех. То есть не то, что там злорадство или еще что-то. Для всех это горе. Вот все сопереживают, все за него переживают. Что же ты наделал, как же ты был. То есть вот это вот состояние, наверное, очень близкое, может быть, первохристианскому, какому-нибудь, да, вот такому состоянию. Потому что это были трудности необыкновенные. То есть люди там... Такие первые были подвижники. Это какие годы? Это 30 лет назад. 90-е? Да, конец, наверное, в 89-е начиналось все, и вот так дальше-дальше двигалось. То есть это неимоверные подвижники. Вот сейчас как-то вот несколько лет назад приехал, на кладбище зашел, иду так все, мои родные стоят, стоят в крестики. То есть я про каждого могу часами рассказывать, что это за люди удивительные. Вот я в одном месте прочитал, что вы опробовали порядка 20 профессий, от токаря и преподавателя биомеханики, актером до замглавного редактора в общенациональном русском журнале. То есть в какой-то момент общенациональный русский журнал вас что-то привело к текстам? Это, ну, да. Я говорю, ну, я читал всегда много. Читал много. Потом, когда началась перестройка, у меня был такой интересный момент. Вот эти вот 6 лет монастыря, еще чем были для меня лично интересны. Я жил как Ихтиандр. То есть в это время шла перестройка. Начало 90-х годов, представить надо. Мы носились. Я тогда там работал, очень хорошее было дело запущенное. Это фонд культуры. При Горбачеве, если помните, такой был возможность и зарабатывать, и одновременно работать на культуре. Российский фонд культуры, представителем которого был Лихачев. Да, Лихачев был, да, при нем это вот была ситуация. Потом был Никита Михалков. Ну, потом, вкратце, все и кончилось. Когда Никита пришел, ну, не знаю, стоит об этом говорить или вырезать. Не будем обижать его. Вырезать не будем, но говорить не будем. Не будем, то есть, об этом говорить. Ладно. Там была большая возможность, и вот, опять же, смешно, но первый раз в России, в Советском Союзе, вернее. А Ильина мы издали в Новосибирске, наше Новосибирское отделение фонда культуры. Замечательно. А последнего его издал Михалков уже в золоте, в коже, ну, а мы-то такой на серой бумажке такого. То есть, ну, это было первое привезенное из Америки тексты, которое вы тут чуть ли не на ротопринте делали. То есть, много чего делали, и плюс я был тогда болен политически. То есть, я действительно, я так думаю, что сейчас мы распространим информацию, всё перевернётся, и мир перевернётся, и люди станут лучше. И вот я носился от Беларуси до Дальнего Востока, устраивали какие-то собрания, какие-то мы там, дни, фронты, общество, всё, какие-то союзы духовные, что-то мы не делали. Жизнь бурлила. Да, вот, допустим, три недели. А потом я раз, и на две недели там, где даже и радио нет. Так. То есть, я залез на леса, и сижу там, и только вот молюсь, и работаю, молюсь, и работаю. И вот это состояние их теандра, оно было просто фантастическое. Вы имеете в виду, работаете как реставратор? Как художник. Как художник? Я как художник расписал два храма. И вот как раз, когда я расписал второй храм в монастыре, пять лет я его расписывал, год строил, значит, пять расписывал, там немножко уже оставалось, он сгорел. Вот это да. Да. То есть, причем так было интересно, что как-то так, ну, сложно было еще, в отношении с духовником стало, потому что он до этого вдруг, за полгода меня стал просто выгонять. Но он меня щадил. Я потом задним числом, я понял, когда мы снова сошлись через несколько лет, как будто расстались вот вчера. Он меня просто, потому что у меня был такой шок тяжелый, то есть у меня там болезнь напала немеряно. В общем, я года два или три вообще кисточку не мог взять в руки. И тогда я сел и написал свой первый роман. Сразу. Я не стал там мелочиться на рассказы. Ну, нет, стишки-то, может быть, я и писал, и пьесы писал небольшие, и как человек, знающий театр, понимающий, как структурируется пьеса. Сколько может солист на сцене один держать, сколько может группа людей держать, внимание зрителей. Вы писали роман для того, чтобы его кто-то прочитал, или просто была такая необходимость внутренняя? У меня ноги отнялись в результате стресса. Я практически не мог ходить. Я сел, и, ну, творчество же требуется, какой-то кисточкой уже не мог. И я решил, что вот я видел вот это вот политическое обострение, ну, это после расстрела Белого дома, то есть уже когда у меня товарищи погибли там, а я в монастыре как раз был, я даже не знал, что это происходит. И я решил, думаю, ну, это опыт есть же, надо его как-то реализовать, я решил написать такой роман-энциклопедию патриотической жизни начала 90-х годов. Я хорошо знал и, так сказать, патриотов профессиональных. Это такой все-таки политический, философско-политический роман. Да, да, да. Не бытовой, не семейный, не любовный. Нет, 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 у меня была возможность, я хорошо, говорю, знал все патриотические, и красных, и белых, и зеленых, то есть вот всех патриотов, причем от Дальнего Востока, говорю, еще раз, до Киева, поэтому я так вот как менял имена, как мог, прятал, и все, что мог. Вы издали его потом? Да, он несколько раз издавался. А вот он, кстати, вот он лежит, азбуки ведал. Вот. У меня был... Кажется, визитлив. Да, я, то есть, мог дать спектр вот всех патриотических движений, говорю, красных, белых и зеленых. И плюс у меня был идеальный герой, тоже, к сожалению, ушел из жизни. Марат Мусин был такой у нас экономист, профессор яркий человек. Он мне давал еще одну точку зрения на патриотическое движение, потому что у него папа в татарин, мама русская. То есть вот национализм, как соприсущное нечто нашему патриотизму, он мне тоже давал точку зрения очень интересную. Плюс он чудом выжил, он вышел через подвал из Белого дома, он был... Взгодил группу аналитическую у Ачалова, у Рудского, значит, и он, так как он, говорю, чудом выжил, для меня это очень важный момент, герой, который глянул смерти в лицо, он имеет право судить своих товарищей. Ну, просто, да, может к ним жестко относиться. И я написал такую вот... У меня там и вставочки есть из расследования. Я написал роман о том... Это было действительно так, это тоже был конец 80-х годов. На Урале каким-то образом года три собирали всех тоже патриотов, ставили палатки, огромное количество палаток. И там собирались и коммунисты, и анархисты, и монархисты, проводили свои собрания, язычники, православные, каких только не было. Я потом понял, что это варились партии. Вот там было огромное количество магов. Я еще по театру, когда я как-то одно время увлекался всем этим, и ко мне приставали восточники, я многих знал лицо, я удивился, что же такое политические деятели, собранные вместе, и вместе собраны оккультисты с ними. И до меня вот как раз дошло, в романе я это выложил, что всякая партия – суть секта в своей сердцевине. Потому что определенный психотипаж становится либо прыгуном, либо там Малаканином, или еще что-то. И точно такой же психотипаж идет либо в коммунисты, либо в анархисты, и ты его не переубедишь никогда. Он действительно будет именно тем, вот кем он будет. И вот об этом я не написал роман, о том, что мне, конечно, когда я его закончил, ну, как бы его закончил, написал, а времена такие были веселые, люди то мгновенно богатели, то мгновенно разорялись. И приходит ко мне такой скоробогатый мой товарищ, и говорит, ну чего, а я такой счастливый сижу, говорю, вот роман написал, такая стопка бумаги. Он говорит, ну и что надо, я говорю, книжку издавать. А сколько стоит? Я набираюсь по телефону своей знакомой редактору, говорю, сколько? Она говорит, вот столько-то. Я говорю, столько-то. Он открывает портфель, кладет деньги на стол, говорит, чтобы книжка была. И сдавай, да. Да, через месяц была книжка. Все. И я опять еще, к счастью, еще добавляется еще одно счастье. Значит, я звоню, приходит ко мне редактор. Ну, помните, тогда компьютеры были, я не помню сейчас уж, какие объемы у них, но даже эти дискеты-то мягкие были, там невозможно было передать. Поэтому она пришла со своим диском, из компьютера пришла, скачала мой роман, отнесла к себе, сделала макет книги, сдала в издательство. В это время я, значит, сижу ночью, никаких касперских не было, выхожу куда-то в интернете, вдруг издается какой-то странный писк, появляются какие-то английские слова, я пока перевожу, что маленькие красные человечки шли-шли и увидели дверь и вошли в нее. Скрежет. Вирус. Скрежет, аж ломается мой диск, царапается, диск твердый. То есть не то, что так, а физически. Я в шоке. Что делать? Значит, утром звоню, Людмила Федоровна, говорю, как там, где там вот наш роман, она говорит, ну, Василий Владимирович, типа, я же передала его, и сейчас уже раз другая работа делается, у меня компьютер не позволяет, держится только в себе. Сейчас я все узнаю. Через час мне звонит таким убитым голосом. Василий Владимирович, сегодня ночью был рейдерский налет на типографию, все там выломали, выкинули бандиты, и Ваш роман, набранный в пленке, тоже выкинули в снег, он погиб. Я убитый, у меня, а у меня только остался один экземпляр, лежал в багажнике моей Нивы. Я такой убитый, иду к гаражу, и уже издали вижу, что дверь в него открыта. Ой-ой-ой. Я ключи еще достал, подошел, а там только колеса от машины остались. Роман пропал. То есть мало того, что храм сгорел, который я пять лет расписал. А как же вы его перебили? А вот. А тут, значит, у меня в Аргентине жили хорошие знакомые деды Беликовы, такие активные дети. Светлана. Да, 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 и Дмитрий. Мои друзья. Да, ну вот, видите, я им этот роман по кусочкам посылал. Значит, когда мне компьютер собрали заново, я им пишу письмо. Так и так, вот может быть у вас что-то осталось. Они говорят, да мы уже не в том возрасте, с экрана-то не читаем. Но мы пересадили своему знакомому в Америку этот роман. И он мне оттуда по кусочкам его вернул. Все-таки ваше творчество, оно напрямую связано с православием? И большинство работ связано с жизнью православной церкви? Или вы как бы покасательны? То есть все мои работы литературные, они все отстаивают действительно невозможность иного мировосприятия, кроме православного. Спасибо вам большое. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был Василий Владимирович Дворцов, русский публицист, прозаик и поэт. Всего вам самого доброго. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова